Если бы мы только говорили, как надо жить, чтобы продлить старость, например, продлить жизнь в старости, или что такое здоровая старость, то это было бы что-то вроде, знаете, пособия по вкусной здоровой пищи, ну, знаете, практическая. Весь полет этого курса, весь смысл, особенно когда мы стали говорить с вами о различии научного взгляда и библейского взгляда на старость, то мы сразу выходим за пределы земной жизни. Вся Библия нам говорит о земных событиях, ситуациях, разных историях, но в то же время вся Библия говорит о небесном. Вот этот, я уже упоминала великого нашего проповедника Сперджина, он сказал такие слова, что Господь использует весь опыт нашей собственной жизни, слышите, Он использует весь опыт нашей жизни, наших переживаний, чтобы отлучить нас от земли и привлечь к небу. Подумайте. Отлучить, потому что мы все живем на земле, как говорится, на груди земли, приникшей к ней, земным. И Господь использует весь опыт нашей жизни, когда мы видим, что видимое временно, а невидимое вечно. Он отлучает нас от земли. Поэтому, говоря о депрессии, почему я все из депрессии хочу об этом сказать, из депрессии никак нельзя выскочить как-то сам по себе. Нельзя поднять ящик, в котором ты сам сидишь. Ты можешь выскочить из депрессии только помышляя о Божьем, о вечном, о дивных чудесах Божьих. Понимаете ли? С позву преодоления депрессии для христианина только один – возгревание веры и надежды. Я искала, я не нашла этого гимна, но в наших церковях его поют. Если под мраком житейских скорбей пламень надежды погас, вы повторите хоть в мысли своей – Бог нас от гибели спас. Бог нас навеки простил во Христе. Бог нас от гибели спас. А что возрождения нет возрождения? Песни возрождения. Вот я сейчас искала. Есть, это точно есть. Ага, потому что там все рассмотрены, все причины депрессии. Под мраком житейских скорбей, если при виде соблазнов земных слабых смущаются глаз, вы повторите всей верой своей – Бог нас от гибели спас. Понимаете ли? То есть это то, что должно нас за уши вытащить из любого рва уныния. И вот в основании этой нашей надежды и веры я хочу прочитать послание Ефесянам из 3 главы. Ефесянам, да? Да, Ефесянам. Домостроительство Божьей тайны открывается через церковь Христову. Называется так эта глава. Идет домостроительство. Бог строит Царствие Свое. Потому что было время, когда Царствие Божие состояло из одного человека – Иисуса Христа. А сейчас мы – Церковь Его. И вот подумайте-ка, такие слова в Ветхом Завете еще сказаны были. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемому». Помните, из-за этого сократилось время жизни человека. Но это тоже не решило вопрос. Стали жить коротко, но также многие люди жили без Бога. Но вот это желание – Дух Божий, пренебрегаемый людьми, и желание Божьего сердца – то, на что способен только человек. Бог хочет жить в нас. И когда мы говорили вчера про ангелов, он не живет в ангелах, слышите? Он их посылает, направляет. Он хочет жить в человеке. И мы знаем такие трагичные слова здесь, что пришел к своим, и свои не приняли его. А тем, которым приняли, дал власть быть и называться детьми Божьими. Приняли что? Приняли. Господь живет в нас. И вот это домостроительство через церковь, оно невидимое домостроительство. Принцип Царствия Божия, созидание Царствия Божия – это глубокая тайна, и это невидимое. Это невидимый процесс, никто не видит. Вы знаете, такой образ земледелец спит, встает и не видит, как оно там растет, это зернышко. Так же происходит с ростом Царствия Небесного. Оно происходит, происходит оно через верующих, которые являются телом Христовым. Христос как бы живет на земле, продолжает жить в нас с вами. Вы понимаете, когда мы начинаем об этом мыслить, то как-то тоска и печаль, и уныние, они как-то исчезают. Ты переходишь на совершенно иной уровень восприятия жизни. И вот в этой третьей главе сказано – тайна, мне возвещена тайна, а тайна, она не была возвещена прежним поколением сынов человеческих. В чем эта тайна? Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Чтобы и язычникам, чтобы из двоих, ведь было два народа, был народ Божий и были все остальные язычники. И чтобы вот сейчас соединить, из двоих сделать одно. Вот. И смотрите, какие слова. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известная через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. И в частности, как мы с вами выходим из кризисов, из депрессий. Потому что то, что мы живем в мире, где правит князь этого мира, мы сознаем, что Царствие Божие, оно есть уже, но оно еще не в силе. Оно еще не во всей земле. И мы молимся, молитву молимся, да прииди, Царствие Твое. Наша душа желает, чтоб пришло Его Царствие. А пока мы живем под давлением. Под давлением обстоятельств, духов тьмы. Иногда бывает тоска, которой без причины ты не поймешь чего. Ничего особенного не случилось. Никто не умер, ничего не пропало, а у тебя от тебя давит. Потому что есть эти невидимые силы, это идет борьба. Противостаньте ему твердой верою. А вера, что такое вера? Это вера в невидимое. Мы верим в невидимое. И оно становится реальностью у нас. Осуществление ожидаемого. «Дабы ныне садилась известная через церковь начальцам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». И вот, когда мы говорим о старости и о зрелости человека к восприятию Божьего голоса, что Господь ценит старых людей, потому что они Его понимают, они Его воспринимают. Он может общаться с ними. И какие удивительные вещи, что в нашей жизни иногда человек живет ради одного дня славы Божьей. Мы же ничего не знаем о жизни Симеона, который вошел и в Библию вошел, и в собрание наше вошел, и в истории библейской вошел. Симеон, который взял на руки младенца, благословил и сказал дивные пророчества и о нем, и о его матери, и о жителях на земле лежит сей нападение на восстание многих и в предмет пререканий. Как оно все точно? И что матери оружие пройдет душу. Не тело, а душу пройдет, потому что она будет у креста стоять. И что да откроется помышление многих сердец, потому что Христос, само слово о нем открывает помышление многих сердец. Кто-то его принимает, кто-то хочет убить, как этот Ирод. Это очень знаменательный момент, почему Ирод захотел убить его. Христос никак не мог быть ему соперником. Он был новорожденный, а Ирод был правитель и еще сколько-то лет проживет. Младенец не успеет вырасти. Почему написано, что встревожился Ирод и весь Иерусалим с ним? Да потому что явилось Царство Божие. Ему надо поклониться сейчас и сегодня. Не через 30 лет, когда он вырастет, а сейчас и сегодня, как сделали пастухи, как сделали волхвы, как должен был сделать Ирод. Он сразу призвал, он начал правильно призвал, узнал, где, когда родится этот младенец. Ему сказали точно о Вифлееме, но он медлил, он не спешил, а потом приказал избить всех младенцев. Представляете, как? Вот что в жизни происходит. Ему надо признать и преклониться перед ним. Так вот, это вот стих имеет прямое отношение к нашей теме депрессии, потому что, когда мы понимаем, что за нами наблюдают то, что наблюдают люди вокруг, это мы все хорошо знаем, но начальство и власти на небесах, которых много, о которых мы мало знаем, но они наблюдают. Больше того, они с огромным вниманием хотят увидеть Божью премудрость через церковь. Ну, вы подумайте. То есть каждый раз, когда мы справляемся с какой-то духовной проблемой, одерживаем духовную победу, вы знаете, что небеса радуются о каждом кающемся грешнике, но они также радуются и о каждой нашей одержанной нами победе. У нас очень большая аудитория, которая за нами следит, смотрит. И через нас хотят понять премудрость Божию. Фантастически. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова